В четверг, 18 января, немецкий Бундестаг утвердил закон, ужесточающий меры высылки иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в Германии. Основная цель этого документа – добиться того, чтобы мигранты, которые получили отказ в получении статуса беженца, покинули Германию и вернулись на родину как можно скорее. Кроме этого, также предусмотрены более строгие наказания для тех, кто занимается контрабандой людей. Этот закон был принят голосами представителей партии правящей коалиции – социал-демократов, свободных демократов и зеленых. В свою очередь, оппозиционные партии, альтернатива для Германии, а также Союз не поддержали его сочтя слишком мягким. Также против проголосовало и несколько представителей от партии зеленых, по мнению которых закон чрезмерно суров. Одно из самых существенных изменений этого закона – это продление с 10 до 28 дней максимального срока содержания под стражей для нелегалов, которые ожидают депортации. Помимо этого, полиция также получила право искать иностранцев, подлежащих высылке, не только в тех помещениях общежитий для беженцев, где они проживают, но и в других. Подобные действия будут разрешены и в ночное время, а самой депортации больше не будут заранее предупреждать для того, чтобы нелегалы не имели возможности спрятаться. Но все же в данном случае также предусмотрены исключения. Они действуют для семей с детьми в возрасте до 12 лет. Помимо этого, закон также позволит просителям убежища устраиваться на работу в Германии после шести месяцев пребывания в стране. Ранее это было возможно по истечению девяти месяцев. То есть теперь они смогут себя намного раньше финансово обеспечивать. В пятницу 19 января десятки тысяч людей по всей стране протестовали против правого экстремизма и расизма. Только в Мюнстере около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию. Также тысячи людей вышли на улицы и в других федеральных землях. Самая крупная демонстрация прошла в Гамбурге. Организаторы предполагали, что придет в среднем около 10 тысяч человек, но собралось существенно больше людей. Участники сообщили о чрезвычайном скоплении и в некоторых случаях было абсолютно невозможно пройти, поэтому митинг пришлось остановить. Окончательное количество участников пока неизвестно и по данным полиции на улицах находилось не менее 50 тысяч человек. В свою очередь организаторы митинга говорят о том, что на улице вышло 80 тысяч человек и по некоторым другим данным официальных СМИ речь идет даже о 130 тысячах демонстрантов. На субботу и воскресенье также были зарегистрированы многочисленные митинги в разных немецких городах. Эти протесты были спровоцированы сообщением медиакомпании Корректив на прошлой неделе о ранее неизвестной встрече в конце прошлого года. Согласно данным СМИ, в ней также принимали участие несколько политиков от партии «Альтернатива для Германии», а также отдельные члены Христианского демократического союза. В четверг в Палате депутатов Берлина обсуждали проблему правого экстремизма. В дебатах принимала участие 52-летняя депутат от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкетт. Когда она взошла на трибуну, для того чтобы озвучить свою речь, все остальные партии от Христианского демократического союза социал-демократов «зеленых» и «левых» демонстративно покинули зал заседаний. При этом правительственная скамья, где сидят члены Берлинского сената, не опустела. До этого в ходе дискуссии некоторые представители других партий обвинили партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с правыми экстремистами и даже потребовали запретить партию. В свою очередь лидер «левых» Карстен Шац даже назвал партию АФД фашистами. Но все же Бринкетт выступила перед полупустым залом и раскритиковала призывы к запрету партии «Альтернатива для Германии». По ее словам, те, кто громче всех предупреждает об упадке демократии, и есть главные ее противники. Министерство юстиции Германии хочет смягчить наказание за детскую порнографию. Известно, что в 2021 году тогда министр юстиции Германии Кристин Ламбрехт ужесточила статью 184 Б Уголовного кодекса Германии о распространении, покупке и хранении детской порнографии. Эту статью перевели из разряда правонарушений к уголовному преступлению, и минимальное наказание было увеличено до 1 года тюрьмы. В свою очередь нынешний министр юстиции Марко Бушман все же хочет вернуть эту статью в разряд правонарушений, и таким образом минимальное наказание будет уменьшено. Но все же при этом максимальное наказание останется прежним, до 10 лет тюрьмы. Соответствующий законопроект скоро вынесут на утверждение Кабинета министров. Как объяснил Бушман, это требования адвокатов, прокуроров и судей по всей стране. На практике они сталкиваются с тем, что, например, учителя или родители находят на телефонах детей видео, которое можно расценить как детскую порнографию, и передают их в полицию. Ну а это, в свою очередь, должно повлечь соответствующее уголовное разбирательство. Глава немецкой ассоциации судей в одном из официальных интервью приветствовал смягчение такого наказания, так как сейчас суды завалены делами, по его мнению, которые на самом деле не относятся к уголовным. С ним также согласен и министр юстиции Баварии. А вот, например, немецкие защитники прав детей, напротив, раскритиковали подобные планы Минюста. Ну а какое ваше мнение по этой теме обязательно пишите в комментариях. Как сообщают официальные немецкие СМИ, НАТО планирует провести крупнейшие учения со времен Холодной войны на случай нападения России. Предполагается, что подобные учения начнутся в феврале этого года, и в них примут участие около 90 тысяч солдат. В частности, будет отработано приведение в боевую готовность и развертывание международных сухопутных сил. Сценарий военных учений подразумевает нападение России на одного из союзников по альянсу, что в свою очередь приведет в действие статью 5 договора НАТО. Напомним, что последние учения такого масштаба состоялись в 88 году, и в них принимали участие 125 тысяч человек. Согласно аналитике, в 2023 году по всей Германии было закрыто 810 домов престарелых. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о проблемах в обеспечении ухода за стареющими людьми, также указывать на нехватку финансирования, что вызывает обеспокоенность, поскольку население Германии не молодеет и потребность в услугах по уходу только увеличивается. В свою очередь, Немецкий союз работодателей по уходу призывает к общей реорганизации оплаты услуг по уходу. Такой подход может включать в себя повышение финансирования с целью обеспечения устойчивости домов престарелых и предложение адекватного качества ухода для пожилых людей. Создание новых домов престарелых в Германии и патронажных служб очень важно для обеспечения адекватной поддержки старейшего немецкого населения. Но все же, чтобы эти учреждения могли успешно функционировать, не закрываться и предоставлять качественные услуги, необходимо обеспечить их финансовую устойчивость. Согласно статистике, в 2023 году жители домов престарелых платили в среднем больше чем 2,5 тысячи евро в месяц в течение первого года пребывания в доме престарелых, а это почти на 350 евро больше, чем в середине 2022 года. Основной причиной растущих платежей стало подорожание энергоресурсов, также увеличение расходов на персонал в связи с повышением зарплаты. Сиделок и плюс выросли расходы на жилье, еду и напитки. Немецкие фермеры угрожают новыми акциями протеста на следующие недели. Если ничего не произойдет с сельскохозяйственным дизельным топливом и сокращения не будут отменены, то следующих протестов не миновать. Об этом официально заявил глава Федерации фермеров Германии. Напомним, что протесты фермеров все же заставили правительство частично отказаться от сокращения расходов, пообещав восстановить им скидку на налог на транспортные средства и постепенно отказаться от субсидий на дизельное топливо в течение нескольких лет, а не сразу. Помимо фермеров, на фоне роста цен и слабых экономических показателей в стране протесты устраивают работники различных сфер от металлургии до транспорта и образования. Но все же, несмотря на массовые протесты, федеральное правительство не спешит идти навстречу аграриям. И, например, Олаф Шольц защищает сокращение льгот и называет это абсолютно справедливым. А министр финансов Германии Кристиан Линнер был очень недоволен, что его освистали в понедельник на демонстрации фермеров и заявил, что каждый должен внести свой вклад, поскольку правительство борется за экономию. Это были основные актуальные события, а также не забывайте, что еще больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть Телеграм и второй чуб-канал, все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, берегите себя, будьте здоровы и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!